всем привет с вами элен и милан канал замуж за чеха сегодня у нас будет с вами такое вступление и маленькая болталочка в начале видео вот вот так мы с вами будем идти и болтать а потом уже будет самая интересная вещь в общем сегодняшний влог я решила посвятить снова гастрономии и интересные вещи интересные тематики проблематики так называемой зверлины да то есть это дичь где можно ли купить чехи вообще можно ли купить какую дичь можно купить и кое-что мы тоже купили с миланчиком а что купили и мы уже что-то сегодня уважили и даже будем пробовать это будет уже во второй части это видео ну что ж кому интересно оставайтесь смотреть этого видео а мы начинаем поехали так и теперь вопрос для наших следитилов знаете как вы как паруски будет слово будет я лен а лень но у нас это пара на карова на потому что у нас такой известный музикант и комик иван младек и у него такая одна сценка была и там он пушил эту парусную крабу он сказал но я сказал парусная корова потому что не знаю как паруски а лень до а и 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 В лесу нашла порожная корова. Я не знаю, как все так не ели. Я буду спить, как ели. Чуть-чуть из чешско-русской энциклопедии научной. Ну, и теперь возможно сказать, что с нашей звериной. С нашей звериной. Друзья мои, я честно признаюсь, наверное, до приезда в Чехию, ну, может быть, зайцев, наверное, может быть, я пробовала в детстве где-то. Но, честно, как-то вот так в осознательной жизни я, наверное, наверное, не могу как-то сразу вспомнить, чтобы я вот как-то очень так пробовала там лосей, фазанов, курапаток и так далее. Когда я приехала в Чехию, то здесь, естественно, есть такие периоды, да? Ну, как, наверное, забиячка, да? Когда вот идут осенние. Так, наверное, да, и в ресторанах в некоторых, ну, не во всех. Но есть специальные именно звериновые ходы, да? Или воды, как они называются. Ну, потому что сауловые на подземном. Да, то есть на осень начинают охотничать. Охотники, да, то есть охотники от, ну, назовем это, отлавливать зверей. И, естественно, в ресторанах появляются вот такой, в меню появляются блюда, гульдыши, всякие разные там вкусности, в общем, сделаны именно вот из мяса этих, этих диких животных. То есть в сегодняшнем видео, как вы уже поняли, мы вам сказали, мы будем с вами болтать именно о дичи. Как это сейчас в Чехии обстоят дела, именно если вы обычный обывател, обычный житель Чехии? Как мы можем купить или не можем купить это мясо? То есть, возможно, у вас возникнет такой вопрос. Скажи мне, когда ты был маленький или, ну, скажем, такой взрослый уже, Возможно ли было, твоя мама покупала мясо, именно вот дичь, готовили вы, ели, или вообще, как это раньше было? Ну, так надо сказать впервые, что я, когда еще я ребенок был, это было во время социализма, да. Это было, думаю, как у вас, так чуть-чуть, немного мяса, встали фронты, как сказать, очереди на мясо. И каждый человек, ну, как каждая женщина была рада, что у нее какое-нибудь мясо, да. Что вообще какое-то мясо купит, да? Да, ну, а еще если выбирать зверину, то уже была бы разжрана. Ну, да, ну, где-то уже был, как бы, высокий пилотаж, и если бы вы еще, как бы, покупали, ели именно дичь. Поэтому с этим раньше была относительная проблема, ну, а сейчас, в общем-то... Ну, сейчас это самое, ну, самое нет. Мясо, мясо много, и всего много теперь в крамах, в магазинах. Ну, и, как я скажу об этой дичь, дичь, но надо сказать, что так чуть-чуть возможно встретить ее в этих магазинах с мясом. Такое дело мы-то, я уж испугалась. Но встретить можно, но встретить можно что, немного? Ну, чуть-чуть. Это, наверное, зайцев, наверное, да? Ну, так, чуть-чуть. Ну, что еще? Я даже не знаю, что как-то особо... Я даже, друзья мои, не встречала в магазинах, чтобы были какие-то дичь какая-то продавалась. Но есть специализированные магазины, которые можно найти. Они есть и в Праге. И, кстати, вот Миланчик буквально на днях нашел... На него выпала реклама на одной из социальных сетей о том, что здесь рядышком, буквально в 20 минутах езды от нас, есть деревушка, назовем это так, как всегда, поселок такой городского типа, который называется Холстунь, обычный дом. Ты заезжаешь во двор, и у них магазинчик. Вот с этой звериной. Я сегодня специально посмотрела на интернете, вообще, как долго они. Они вообще начали эту продукцию, ну, продукцию можно назвать, наверное, магазинчик с 2010 года вообще этим заниматься. Но уже вот открыли этот магазин в период ковида. Мы вчера спросили. Ну, и вот сейчас, как бы, потихонечку у них уже это пошло дело в гору. Да, больше потихонечку. Ну, ты уже сказал, какую зверину они продают. Откуда? Кривокладская зверина. Кривокладская. Что такое кривоклад, чтобы знали наши подписчики? Кривоклад и град. Ну. Это град, кривоклад, рядом кладно здесь. И там большая обора, кривокладская обора. Ну, обором, просто можно сказать, леса. Ну, кривокладские леса, а то по три, там кланские, там, я почекаю, таланская обора. Куда же? Не из кривокладских, а кривокладские леса, просто. В общем, там леса, и вот как раз-таки эта дичь, которая продается в этом магазинчике, она как раз-таки вот походит по-черскому, да, вот именно из этой области. Значит, что в этом магазине есть? Что ты там видишь? Господа. Ресторан, пиво, пиво. Венковник, загородник, ресторан. Мы здесь гуляли, мы вам уже показывали, что здесь ресторанчик, и даже очень миленький у них сад, двор, в котором можно сидеть, и там и концерты тоже, пиво, и очень вкусный гермалин наложены. Но мы с вами, как говорится, гермалин, это пока, говорится, в другом видео, а мы говорим с вами о Завержине. Значит, что там у них в магазине можно купить? Во-первых, у них... Гончии, белойни. Значит, супер, друзья, мне очень-очень понравилось. Вообще, фишка потрясающая. У них можно купить. Классная вещь, хозяйки оценят. Я почему сейчас вам это рассказываю, я не смогла снять, не было очень подходящих условий для того, чтобы я снимала в своем магазине. Поэтому я решила вам сейчас сделать обзор на словах. Надеюсь, вы мне будете поверить на слова. А потом уже покажем с Миланочком, когда дойдем домой, что мы купили. Значит, у них стоят морозильники, есть холодильники. Значит, в морозильниках, друзья, фантастика, я говорю, хозяйки оценят. Это бульон. Бульон, который они готовят из оленя. То есть она говорит, когда у нас остаются кости с остатком мяса, всякие вот эти вещи, и она говорит то, что они варят 12 часов со специями, и потом, когда эта густая масса возникает, они это быстренько по пакетикам и замораживают. И продают. То есть вы можете отклупнуть себе кусочек, сколько захотите, и потом на этом основе сделать не только супы. Там вы можете делать всякие, может быть, подливы и так далее. То есть разные блюда, куда можно добавить бульон. Друзья мои, это просто суперская вещь. Дальше у них было еще в морозильниках бажанты. То есть это фазаны, ноги фазана. Были у них грудки фазана. Потом кости. Это были, по-моему, эти позвонки, большие олени на... Эти самые, на суп, тоже в морозильнике. Ну, а потом рядышком был холодильник. И вот там, друзья мои, это просто фантастика. Значит, у них мясо оленя. Елен, сика. Елен, ну, это как бы... Сика. Сика, елен... Это ведь оленя. Сика. Потом даньцы. Ну. Потом есть сырнки. Это типа как косули, что ли, да? Потом у них кабаны, дикие кабаны. Пафазаны. Что еще? Ну. Все, по-моему. Да, значит, в холодильниках охлажденное мясо. Разное. Можно на гуляш. Вот Анечка сегодня готовил гуляш. Сегодня будем пробовать гуляш. Первый раз в жизни из оленя. Уже ждет. Ну и гуляш на нас дома, как мы придем теперь. Попробуем обязательно. Рецептик этого гуляша вы найдете в моем видео. Я ссылочку сброшу как наверху, так в описании этого видео. Это тот самый рецепт. По тому самому, как мы уже с вами готовили. Значит, сегодня будем пробовать из оленя гуляш. То есть у них уже вот в охлажденных пакетах запаяние есть уже мясо. На гуляши, на стейки, шикарные гамбургеры. Гамбургеры, потом олени, потом есть, друзья мои, колбаски, сосиски. Но колбаски и сосиски это как бы были либо смешанные, либо мы купили на пробу сосиски из-за чего? Из этого кабана. Паштет. Ой, это фантастика. О, паштечка. Паштет, потом колбаски, сыр копченые, копченое мясо. И что еще хотела? Саламы там были, нет? Эту колбасу я сказала. И, естественно, можно приобрести и вино. Вино. И пиво. И пиво я как-то не брать. У меня вот вино очень большой выбор чешских вин. Именно мясо. Я не знаю эту марку. Это вино марка Чех. Чешское вино. Чех. Кстати, я еще покопалась тоже на их сайте. Специи у них продаются и можно еще ножи купить. Очень качественные ножи. Цена от 1000 крон до 6000. До 6000. И, кстати, у них они еще и точат ножи в брюшине ножа. Один нож 80 крон, два ножа 70 крон. А там три, по-моему, ножа за 50. 70 крон. За два ножа. Так что они и вам могут потачит ножи. У нас мы там великой нож, который стал 2500. А я тупой. Ну, так видишь, можешь им там отвезти. Я сказал, что у нас такой нож большой для мяса, который я, когда получил нибудь уже много лет назад, когда я пел где-нибудь на какой-нибудь акции. И я jsem достал подарок. В подарок, как же ты так не достал. Ну, получил подарок. Получил подарок. Это нож, который суперски резал. Это уже пинг. А наедно был тупой. А я Милану говорю, давай я потащу. Знаете, есть такие штащинки, а обычно такой нет, нет, ты вас испортишь. Ты его затупишь. Я тебе не дам. Ну, вот так и лежит. Так что вот теперь, может, как раз таким отнесем профессионалам. И нам его там хорошенько поточит. Так что вот так вот, дорогие мои. Сейчас мы с вами придем домой. Я покажу вам еще, как это все выглядит. И будем пробовать с вами гуляш. Будет такая премьера из оленя. Оленя гуляш. Так что, кто хочет и кто любит звержину, дичь, можно найти в Чехии. Есть эти магазины. И по цене. Вас, конечно, заинтересует вопрос цены. И честно скажу, дорогие мои, по цене это, грубо говоря, то же самое. Если бы покупали качество мяса, например, в том числе глобусе или в каком-нибудь мясном масле. То есть, грубо говоря, наши будут... Ну, например, посмотри, Свичково. Елене Свичково, это мясо, о котором я вам говорила, стоит 500 крон за килограмм. А вот здесь Свичково, Брокуа 900, это 1200. Так что, вот как бы так. Ну что ж, а теперь мы передвигаемся. Сейчас буквально нам еще минут 10 идти. А вам это буквально секундам окажемся дома. Будем пробовать гуляш. Мы голодные, поэтому сначала попробуем гуляш. Мы его продегустрировали, как у нас Миланчик приготовил. Кнедлик мы уже несем. А потом покажу вам, что мы вчера закупили. Ну что ж, едем. Мы уже дома. Мы пришли домой. И Миланчик сейчас разогревает тот еленик гулаш, который он сегодня готовил. То, что я сегодня была на работе. Значит, сейчас я переверну камеру. Вы посмотрите, как это выглядит. Будем пробовать, потому что я еще не пробовала. И покажу вам, как выглядят классические чешские кнедлики, которые можно купить. И как они разогреваются правильно. Ну и как они правильно едутся. Гуляшик. Рецептик найдете в описании к этому видео. Либо вам вот где-то вот там наверху. Вот там наверху. Вы увидите ссылочку. Так что гуляшик. Гуляшик разогревается. И мы с вами готовим водичку для разогрева кнедликов. Но не так все просто. Потому что у нас для этого есть специальное приспособление. Специальное приспособление для разогрева кнедликов. Внимание, не для варенья. То есть мы покупаем уже готовый кнедлик. Его нужно разогреть. А разогревается он, собственно, так, что есть. Ну, этой вещи тоже уже... Сколько лет этому? Треба 40 лет. То есть, конечно, она уже такая, может, где-то немножко мягенькая. Еще по маме. Мамы, Милана. Вот такая штучка. Я не знаю, как она правильно называть. Как она называется? Напажувак. Напажувак. Он ставится вот так в кастрюльку. Открываются эти лепесточки. Сейчас мы с вами давайте это сделаем. Водичка у нас сейчас здесь разогревается. Наверное, водой много же, да? Как бы вот клопня вот. Подожди секунду. Водичка должна быть, то есть, разогревается на пару. Значит, вот так. Разогревается на пару. То есть... Прошу прощения. Это пары были. Пар. Водный. Значит, мы с вами вот сюда будем класть кнедлички. Естественно, и закрой крышечкой, чтобы это у нас все... Слушай, у тебя здесь горит гуляш. Так, кнедлик. Внимание! Чешский кнедлик. Я вам рассказывала в видео, что кнедлики бывают... Прошу прощения, я уже устала. Кнедлики тоже бывают несколько видов. Есть хлебный кнедлик. Гусковый. То, что сейчас я держу, это кинутый. Есть браборовый, то есть картофельный. Есть карловарский. Но карловарский, тот, который продавался сегодня в магазине, он был реально маленький. Но нам, может быть, так, для двоих, может быть, бы хватило. Классика. Куплю я классику. Потому что я считаю, что гуляш, наверное, в руку, да? Это классика должен быть с гусковым кнедликом. Это так. Да. Ну че? Браборовый, треба седава к узеному, но? К копченому мясу. Значит, вот так вы покупаете. Как выглядит, ну, типа, как батон, друзья мои. Простите меня, мои любимые Чехи, кто на меня, кто сейчас смотрит. Мой канал, конечно, это не батон, но это не напоминает. Значит, вы его покупаете, мы его вытаскиваем. Нам нужно с вами нарезать на колечки. Смотрите, если вот так выглядит кнедлик хлебный. Вот такой он. Вот такой. Это уже сваренный, готовый. Кладем. Конечно, есть специальные приспособления для разрезки кнедликов. Ну, я беру обычный ножик и режем. Миланчик любит падки, да, вот эти вот попочки. Да. Ну, режем, ну, как, ну, вот приблизительно вот так вот, такой толщиной. Но сколько? Каждому обычно в порции сколько? 4-5 кнедликов, да, идет? Классическая порция. Ну, классическая порция, господи, с 4 кнедлики. 4 кнедлики, так, сколько? Источная шуб такси, да, 6. Да, а можешь, как Милан говорит, еще с бонусом, можешь 6 попросить. Ну, сколько вот у нас это идет? Вот они, 4, да, но это мне, в принципе, было бы достаточно. Миланчик сейчас мы откроем немножечко побольше. Ну, вот так, это мы с вами нарезаем. Видите, как они выглядят? Ну, как, типа, как булка. Вот он, обычный, узковый кнедлик. И кладем вот в ту кастрюльку, когда сейчас начнет у нас вариться вода, кипеть. И на па. Бруко, гуляш подгорит. Випней. Гуляш, чтобы не подгорит. Ага, мы болтаем. Так, 3. Хватит тебе, или вы еще хочешь? Сколько хочешь кусков? Они топтим. Значит, все это мы сейчас с вами берем вот так. Давай. Давай, 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 давай. И закладываем. Вот уже пар. Я сейчас тебе спалил руки. Спасибо. Кладем это туда. Так, мы сами сюда погрузили наши кнедлики. Ну, как Миланчик дополнил, что это должно идеально, конечно, должно быть больше кастрюли. И укладываются они как бы вот по кругу, по периметру. Ну, крыто, что есть, что есть. У меня просто нет вот этого напоживака другого. Все, закрываем крышечку. Сколько минут? Аж то будет теплый. Пара се охрее, как в столетии пары, как похоронила локомотивы, а охрее нам кнедлики. Ну, сколько? Две, три, четыре? Я не знаю. Я не знаю. Я сейчас это никогда на минуте не закончила. Так, ты не почитала, да? Аж то будет теплый, так я знаю, да? Вы слышали рецепты Чеха, когда будет теплое вытащите? Да, да, да. Так, кнедлики разогреваются. Гуляш уже у нас разогнелся, я его выключила. Да. И еще, что нам не хватает для гуляша? Гуляша, в общем, сия сегодня, друзья. Возможно, цибулку там дать? Да, лучоком собственно. И еще татарскую омачку, чуть-чуть. Это чего? Это как видеинский гуляш, как это название потом. Первый раз слышу. С цибулкой а с татаркой. Это видеинский гуляш. Ты чего? Ты же хочешь гуляш? Это Чича. Ты хочешь гуляш? Да, Чича хочет гуляш. Так-то давайте лук резать. Кушать хочется, давай быстрее. Разварила. Вот видите, как они разогрелись на пару. Сейчас нам Миланчик насервирует. Так. И теперь будет гуляшик. Так. Ням-ням-ням. Ты знаешь, честно, друзья мои, я не пробовала еще. Вот как мы пришли, я еще не пробовала. Гуляш сейчас будем. По запаху, ну как-то мне, вот, да, он отличается по запаху от говяжьего. Потому что гуляш, то он на говяжьей клишке делается. А это клишка, но это оленья. Ну вот так это делается. Подливка, кнедлички, московый и гуляшик. А, лучок еще у нас. Еще лучок. На. Чуть-чуть лучок. Так. Наверх кладется лучок. Тушит. Лучок чуть-чуть. Ну и еще такая одна специальность. Дай мне еще лучка побольше. Не знаю, где твоя тогда. Тот? Дай мне вот эту, здесь какие-то некрасивые кнедлики. Это сумма. Добрый. Так. Так что тогда спрашиваешь? Где твоя тарелка? Так. Ну и еще такая специальность. Ну, конечно же. Взять татарскую омачку. Я думала, ты пиво вытащишь. И это. Мне не надо в руку татарскую омачку. И это. И как это делаешь? Я первый раз это вижу. Так званный введенский гуляш с татарской омачкой. Венский гуляш. Вот так вот, да. А может, кстати, вкусно? Дай мне тоже одну ложечку маленькую. Ну, это добрый, самозвременно. Все, хватит. Мне хватит, пожалуйста. Все, все, все. Так. Так, ну что, а пиво? А пиво? А ну что же должно быть обязательно? Да? Пиво надо взять, как будет холоднее. Да? Теперь я его сдал в холодильник. Как же так, у пива у Чеха нет выхлазанного пива? Не, не. Ладно, все, садимся. Потому что манжелка не дала в леднице. Друзья, я хомячу за обе щеки. Очень вкусно. Вы знаете, ну, сколько ты готовил этот гуляш по времени? За три години. Три часа. Разварившийся. Очень мягкий. Но, как вам сказать, что прям вот, если бы, вот, это мое личное ощущение, если бы никто сказал, что это, точнее не сказал, что это из-за оленя, я бы, наверное, особо бы по вкусу как-то бы не сказала, что это прям, о-о-о, это олень. Но, единственное, что оно намного нежнее и мягче, вот, чем говядье. Это сто процентов. Это абсолютно. Это оленей гулаш у меня. Престань смеяться. На самом деле, ну, просто вкусно. Я хотел сказать, что мне очень нравится это. Я не говорю, что мне не нравится. Я просто пыталась, думаю, сейчас, наверное, о-о-о, оленя я ем. И теперь еще показать всем русским, как мы ем нереки. Но не только русским, это показать всем, потому что... Ну, русские, извините, потому что я в ресторанчиках видел есть кнедлики. Только руками, только русских. Надо взять нормальный прибор на то. И невозможно, как я... Я не знаю, смотрю вокруг себя в ресторанчике, как едят другие люди. Значит, как это кушается? Конечно, потому что многие из моих подписчиков, вы знаете, как это кушается. Значит, берется вот этот булка. Да, это наша Википедия. Отрезается. Поэтому подливка есть, лучок, можем сразу миско. Мням, ням, ням, ням. И кушаем вилочкой и ножиком. Так, и это все. Все кузло. Реально, друзья, это не шутка. Реально руками пробовали. Вот по первому разу, не знали, брали в руки. Там, я не знаю, кусали мясо, мясо кушали. Закусывали рукой этот кнедлик. То есть, простите, что я говорю ем, потому что это очень вкусно. Так что, вот так правильно нужно кушать, и так правильно нужно разогревать покупные готовые кнедлики. Очень вкусно. Значит, мы сейчас с миланчиком это доедаем. Я вам покажу, что мы купили. Но кошка тоже, ну, правда, не Елене Гуляш у нее, но у нее капсичка была, консервочка. Так что тоже, тоже покушала. Потому что она сказала, ну, как же так, вы сами едите, а мне ничего не даете. Да, Чич? Ну, что ж, мы доедаем. На самом деле, очень вкусно, друзья мои. Я лично, простите меня за слово, обожралась. Это на самом деле очень вкусно. Поэтому я теперь реально понимаю, зверина, то есть дичь, это просто супер вещь. Жратва. Да, очень мягкая. Но, по крайней мере, знаете, по крайней мере, ты знаешь, что ты ешь. Да, наверное, вот плюс все-таки, что звери, они вольно пасутся, бегают, едят натуральные вещи, продукты. Не сидят в клетках, видят солнце. То есть, по крайней мере... Бегают по лесу. Да, бегают по лесу. Да, так что, по крайней мере, знаем, что это натуральная и качественная вещь. Гуляшик супер. Это был оленей гуляш. Оленя, я посмотрела этикетку, друзья мои, было 590 грамм уже нарезанного. Елен Сика. Сика, это друг оленя. И цена вот этих 590 грамм была 106 крон. Я считаю, что это вообще суперское. 4 евро. Очень-очень здорово. Так, а теперь мы на столе уже вытащили то, что мы еще докупили. И я его сейчас вам покажем, чтобы вы просто могли сориентироваться, как это выглядит, по крайней мере. Кто-то, может быть, будет в Чехии, потом можете это тоже купить, попробовать. И пишите, естественно, в комментарии, как вы относитесь к дичи. Готовите ли ее, где покупаете. То есть, вот это нам, естественно, будет интересно. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь на столе. Итак, как я вам сказала, у них в этом магазинчике есть морозильники и холодильники. Вот из морозильника это тот суп, точнее не суп, это тот самый бульон, о котором я вам говорила. Здесь, сейчас я посмотрю, 1 килограмм 164 грамма. То есть, ну, грубо говоря, наверное, 1 литр, 200 миллилитров, в принципе, возьмем. И вот эта радость стоит 115 крон. И она мне сказала, что это замороженная вещь, да, вот замороженная. То есть, она сказала, вы можете, например, полить теплой водой и просто отколупывать кусочки, отламывать. И, естественно, не всю часть, а порции это все использовать в еду. Так что это, друзья мои, Елене Вивар. Это из оленя 12 часов приготовленные, вываренные вот эти кости, все эти вот эти вещи именно на олене. Вообще это здорово. И немножко со специями. Так что вот такая штуковинка. Это мы купили, попробуем. Дальше я купила из этих же морозильников. Это у нас сырнец. Сырнка это, это, как это, косуля, что ли, да? Ну, сырнец и молодой Елене. Молодой олене, в общем, можно так назвать. Это кости на суп. Ну, это, походу, делают, типа, как позвонки с ребрами, наверное, да? Ну, да, ребра и вот с позвонками. Ну, здесь так на пару супчиков можно будет тоже для нас, для двоих. Так что вот такой пакетик здесь, сколько? Здесь 876 грамм стоил... Чего? Всего-навсего 22 кроны? Ух ты, я даже не обратила внимания. Пожалуйста, вот. Дальше. Сосисочки. Это сосисочки канчи. Канчи это, этот самый, дикий кабан. Ну, в общем, кабан. Кабаны. Вот эти вот сосисочки попробуем. Здесь сколько их? 5 штучек. Друзья мои, здесь 420 грамм за 118 крон. Посмотрим, попробуем. Они на его ценящие. Ну, как бы, да, но, по крайней мере, я говорю, хотя бы знаешь, что кушаешь. Посмотрим. Мы еще, говорю, не пробовали, это вот у нас только примера. Дальше. Вот здесь два кусочка. Два кусочка. Стейк. Стейки. Это сырнчи. Ну, тоже как бы сырнка. Вот этот молодой олень. Кейта без кости. Это без костей. Она сказала, вот как бы, вот так идут волокна. И вот она говорит, прям можно на кусочки вот так либо целиком поджарить. Вот, пожалуйста, здесь сколько? В общем, 680 грамм стоит. Это 305 крон вот этот вот, вот эти два кусочка. Так, вот. Ну, и уже почти съеденная паштика, паштет. Это звериного паштика, но в основном... А здесь, кстати, все и... Да, конец. Секундочку, подожди секундочку. Я посмотрю, здесь в основном это все с конец, это с кабана. Значит, ну давайте я вытащу. Простите, я буду руками, руки у меня чистые. Значит, вот так выглядит паштет вот на срезе. И самое интересное, что он завернут в слонину. То есть слонина, это типа как в бок, да, копченый бок. Вот. Вот так он завернут, это тоже придает определенный такой интересный вкус. Друзья мои, как же это вкусно. Я вот уже давно таких вкусных паштетов, ну, ела домашние от мамы. Мамуля, привет. Это было супер. Ну, вот это реально как тот домашний паштет. Очень-очень вкусный. И мы с Милана вчера вот реально прям оторвались на этом паштете. Прям как это у нас ужин был нормальный. Мы взяли булочку, намазали маслицем. Домашние свои помидорки и этот паштетик и вообще здорово. Сейчас я вам скажу, сколько эта вещь стоит. А сколько стоит? А здесь ценный 120 крон, Милан, мне помогает. И еще сейчас бажант, это фазан. У них были порса, то есть это грудки и были ноги. Но я купила ноги, это было уже замороженное. То есть уже запаянные по 2 верхней части бедрышки фазана. Вот эти 2 бедрышки в одном пакетике стоило около 80 крон. Здорово. Я купила такие 2 упаковочки и отправила в нашу морозилку. Потом попробуем. То есть она говорит, что кто делал, то знает. Я фазана не ела. Она говорит, что подобие как курица. Может быть он немножко посушит чуть-чуть. Но говорит, что по вкусу он приблизительно. Ну и как бы и готовить его его в принципе так же. Так что вот так вот, дорогие мои. Будем пробовать. И вот, собственно. И, кстати, да, к бажанту я же хотела вам рассказать еще шуточку. Помните, ну и сейчас это, в общем-то, да, как утка. Утка это у нас птица. И утка это в больнице, да, принести утку пациенту. Так вот в Чехии у них не утка, у них другая птица. Это... У нас есть в Чехии бажант в больнице. В больнице это бажант, то есть у нас приносят утку, а в Чехии приносят фазана. А, вообще здорово. То есть фазан это, естественно, как еда, так и бажант. Это пациенту принести бажанта. Видите, то есть интересно. Кто знает историю использования этих слов в чешском и в русском, напишите, буду рада. Я как бы не филолог. Я не знаю, почему в России утка, а в Чехии приносит фазана. Так, еще, дорогие мои, хотела я вот еще сказать. Нам хозяйка этого магазиначика сказала, что к Рождеству у них появятся будут и фазаны, и будут зайцы. Два зайца. Вот посмотрим. Я никогда зайцев не готовила. Посмотрим, попробуем. Ну что ж, дорогие мои, на сегодня вот такой маленький и обзор, и дегустация. И мы с вами поболтали о том, вообще какая ситуация в Чехии с зверзином, с дичью. Можно ли ее купить? Можно. Может быть, наверное, не так совсем распространено. Это что прям вот в любом магазине, но в специализированных магазинах реально эту вещь найти. И по цене, скажу вам, не так-то это и дорого. В принципе, если покупаете качественное мясо, то оно, грубо говоря, будет, в общем-то, то же самое. Но, по крайней мере, тут еще раз говорю, знаем, что это качественная зверюшка. Итак, дорогие мои, ну что ж, в этом видео мы с Миланчиком с вами попрощаемся. Хочешь в камеру? Ну что ж, с Миланчиком вы... Ну что ж, с Миланчиком мы с вами попрощаемся. Мы с вами. Да, наверное, по-русски. Что-то я уже гружусь. Дубль три. С Миланчиком мы с вами попрощаемся. Спасибо тебе за помощь в этом видео. Ты меня накормила. Это реально было очень вкусно. Ну, какой был гулаш. Ну, было вкусно. Ты меня накормила очень супер. Спасибо. Какой у меня муж. Ну, кстати, дорогие мои, вот тот рецепт гуляша, когда мы с вами готовили, это Миланчик меня научил. Так что, супер. Спасибо. Было очень вкусно. Накормил. Накормил меня. От голода не дал умереть. Так что, дорогие мои, пишите комментарии. Всегда рады мы читать ваши комментарии. И, как я говорю, ответьте мне на вопрос, если вы готовите зверину, любите. И вообще, как у вас с этой звериной? Можно ли так легко купить? Или это большая проблема? Ну, что ж, мы бежим отдыхать, любим, обнимаем, целуем. До встречи в новых, как я говорю, видео, влогах. Не забывайте подписки, лайки, колокольчики. Вы все знаете. Следующие эти вещи, которые вы знаете. До встречи. Пау, пау, пау. Так, чао. Пау, пау.